Мы застали врасплох, потому что нам дали пациента, у которого была депрессия, который хотел совершить самоубийство. Ребята, нам только что выставили оценки по drug literature. Я, помните, писала... Drug literature is up! Great! Diq! No yet. He says median 85. Low is 77. I hope we did fine. I hope so too. Вот, я ещё не видела свою оценку. Даня тоже не видела. Сейчас мы вместе с вами посмотрим. Короче, как я писала, помните, реферат? Ну, не реферат, а работа, где анализировала другие работы. Короче, всё это соединяло. Сейчас посмотрим мою оценочку. Средний балл всего класса был 85. Гоа! Гоа! You gave me an 80 on it. I got 62. Yeah, it's a 60. Yeah? What you got? I got 60. You got 62. So you probably got 82 or something. Ребят, я всё отвлекаюсь. Нам выставили оценки по работе, которую я писала перед своим итоговым экзаменом по инфекционным заболеваниям. Этот день был вообще даже не этот, а вот эти три дня, когда я ещё похудела на килограмм, потому что я не вставала от компьютера. Я тупо писала, писала, анализировала, и я не понимала, что я писала. Но оказалось, я всё писала правильно. Вот, и мне за эту работу поставили 83%. Это твёрдая, хорошая четвёрка. Вот, и самое волнительное для меня это было анализировать какие-то уже готовые научные работы. У нас это называется primary literature. Мы используем PubMed для всех наших поисковиков. Вот, и вот эти primary literature, я не знаю, как на русском, я сюда вставлю primary literature, вот они очень, знаете, объёмные. И всё, что там написано, как говорится, doesn't make any sense to me. I don't get it. Я вообще не понимаю. Вот, и для меня, чтобы их анализировать, ну, очень тяжело было. Вот, и я за них переживала, потому что у нас эта работа делилась на части. За каждую часть он ставил там 4 из 4, 2 из 4, короче, разные баллы. Вот, и, короче, анализ этих работ мне дался тяжело. И я боялась, что мне поставят за это низкую оценку, низкий балл. А он мне за них поставил 4 из 4. Я такая... Значит, я всё сделала правильно. У меня средний балл 85. И, ля-ля-ля-ля-ля, где тут... Вот, ди-ай-кью. А где ди-ай-кью? 62, 75. А где ваша камера? Здесь. А, Алёнку с днём рождения. Меня видно? А, видно только это. И мы тоже камеру включим, только непонятно, почему мы в камеру не видим. Алёнка, с днём рождения. Подарочек, подарочек получишь, когда в Америку приедешь. Вот они мы. Слушайте, вы знаете, чё? Вышли оценки по работе, которую я анализировала. Помнишь, когда сидела? Ну, ну, ну. У меня 83%. Ааа! Я обалдела. Когда я посмотрела рубрику, но он там ставил за каждую часть, я всё, что нужно, всё покрыла. Все его замечания, всё-всё-всё-всё-всё закрыло. Ну, расписала, что надо. Короче, всё затронуло, все части, которые он хотел. И у меня 4 из 4-х стоит. Ну, она на разные части делится, и у меня в основном 4 из 4-х. То есть я по максимуму всё закрыла. Даже вот эти вот тяжёлые анализы, прикинь, которые я провела, я вообще ничего не понимала, что в этих анализах. И как-то, как-то всё вышло правильно, он даже подметил. То есть даже он сказал, что очень глубокое расшифрование, что-то такое. У неё только ничего сидит. Ребят, я сейчас заполняю заявление на туристическую визу в Америку для мамы и Алёнки. Я учила целый день, и сейчас у меня в голове происходит путаница. Я не помню, что я учила. У меня всё перемешалось. Каша, одним словом. Вот я решила не терять время и заполнить заявление для своей семейки, чтобы они ко мне смогли приехать летом. Вот. Но что-то сайт глючит. Наверное, с открытием американских консульств. Очень много народу сейчас заполняет заявление, я так думаю. Вот и что-то сайт как-то глючит. Попробуем ещё раз. Себе я заполняла самостоятельно. И первый раз заполняла маме с Алёной. Им отказали в 2013 году. Потом им заполнила в 2017 и им одобрили. И сейчас вот у них закончилась виза, и я им заново продлеваю визу в 2021 году. где они будут получать это Russia, Russia, Moscow, AG6. Ладно, пока у меня грузится сайт, я вам расскажу наши новости. Нас, наконец-таки, зачислили на предмет нервная система. Слава Богу, мы теперь равноправные студенты и сможем сдать первый экзамен, который пройдёт вот в эту вот пятницу. Сегодня у нас воскресенье. Что мы проходим по нервной системе? Мы проходим депрессию, мы проходим биполярное расстройство, мы проходим шизофрению, мы проходим разные психиатрические заболевания. Ну, вот эти вот, да, три главных. Вот, и весь полный набор. Что значит это заболевание? Определение, почему оно может случиться, какие предпосылки влияют, человеческие факторы, которые могут развить в нас те или иные заболевания. Естественно, таблетки каждому заболеванию, механизм действий каждых таблеток, какие побочные эффекты могут эти таблетки устроить у пациентов, потому что ещё, какие таблетки можно друг к другу применять, какие нельзя применять. Ну, весь наш любимый набор здоровый мы сейчас проходим. Кстати, на этом предмете у нас всего лишь будет только три экзамена. Конечно, кто-то может порадоваться. Ну, и как сделали, да, у нас некоторые студенты порадовали, что только три экзамена, но некоторые начали думать, ага, если у нас только три экзамена, значит, весь материал у нас будет делиться не на четыре части, как часть в экзамен, а только на три части. То есть это получается на каждом экзамене у нас будет очень большой объём информации, которую мы должны будем запомнить. И вот на этот экзамен, на первый, мы должны знать семь лекций. Мы уже прошли пять, и завтра мы пройдём две последние лекции. Вот, это, блин, так тяжело. Но кто-то говорит, что это намного легче. Ну, не кто-то, а старшекурсники говорят, что верность системы намного легче, если её равнять к инфекционным заболеваниям. Я не скажу, что намного легче для меня. Такая же сложная. Такой же сложный предмет. Потом я учу каждый день. И тяжело, тяжело в голове всё это удержать, потому что, опять же, каждое лекарство у него свои какие-то свойства уникальные. Я должна это помнить. Не только свойства, а ещё и строение. Не только строение, а ещё и дозировку. С дозировкой все побочные эффекты. Я уже рассказала, то есть у нас полный-полный пакет, набор. Мы начали писать новую работу для предмета, который называется... Я всё думала, как вам объяснить, что такое drug literature. Помните? Я никак не могла понять. А тут мне пришла в голову идея его объяснить так, как медицинская литература. Вот. У нас это медицинская литература. Нам даются разные исследования. Именно разные исследования, относящиеся к медицине. И также присутствует медицинская статистика. Там, короче, такой завал. И сейчас вот первую работу мы писали. Называется DIQ. На где мы отвечали письменно на вопрос, анализируя три научные работы. И сейчас у нас следующая работа идёт. Задание. Мы должны написать journal club. Handout. То есть примерно это... Нам даётся такой же артикль. И в этом артикле описывается какое-то исследование. И при этом исследование... Ну, опыт. Вот. И в этом опыте использовались два лекарства. И всё описывается... И описывается полностью результат. Насколько эффективны были лекарства, которые описывались в опыте. И наша задача – это... Ну, опять же, да, прочитать всё вот это исследование. Ну, потом... У нас там есть часть. Я сюда вставлю каждая часть. Там полностью... Также мы должны анализировать весь артикль. Перефразировать. Вот опять там какие методы в этом исследовании использовались. Какая эффективность была. Что за препарат. Какие у них были недостатки в исследовании. Короче, мы должны это всё расписать на литературном, медицинском языке. И мы уже начали здание работать. Над этим заданием с пятницы. Потому что там очень большой объём. Хотя только четыре страницы нам нужно написать. Но такая массивная работа будет. Там надо сидеть, разбираться, вникать во все вот эти вот цифры, статистику. Это на раз-два не напишешь. То есть дня или там даже двух дней на это задание не хватит. Поэтому мы начали его делать заранее. Вот такие вот у нас новости по поводу нашей учёбы. Начался второй предмет от IPT. До нервной системы. Началось нам дали второе задание по медицинской литературе. Ну да. И всё. И всё. Более чем достаточно. Вот. И сейчас в перерыве я хочу заполнить заявление на продление туристической визы для Алены и мамы. Но опять же, да, почему-то сайт глючит. Непонятно почему. Последняя лекция для нашего первого экзамена по нервной системе. Тут для котов я поставила стул к окну, потому что они любят окошко. И поэтому, если у вас есть мутация в этом, то у вас будет увеличиваться, что вы будете зависеть на сигареты и никотин. Как мы будем тренировать это? Первое, если человек остановит, то, что они называют холодную тюрьму... Сегодня у нас четверг. Мы едем на нашу медицинскую литературу. Лабораторки сегодня не было. Не знаю почему, но просто не стояло в расписании. Слава тебе Богу, потому что... Нам не нужно было учить Тап Ту Хандлес, да, топовые таблетки. Нам их на ту неделю учить не надо было. Вот мы едем на нашу литературу. Два часа. Потом приходим домой, повторяем все лекции. И завтра пишем первый экзамен по нервной системе. Дэнни, Дэнни, пожалуйста, скажи мне, что ты мне говорила вчера в России. Моя жена... Моя жена... Моя жена есть как слон. Слон. Птица. 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 Слон. Мы закончили наш предмет. В следующей неделе у нас не будет медицинской литературы, но у нас будет подготовка к экзамену, семинар. Через две недели у нас будет первый экзамен. По каждому предмету у нас экзамены, по каждым предметам. Это вообще... Чокнуть. Бэйб, как ты назвал твоя жена? Слон. Как еще? Мы уже дома написали экзамен. Конечно, по сравнению с предыдущим предметом вопросы были нормальные, но все равно тяжелые, понимаете? Так что я, честно, не знаю, на что я написала. Мы посовещались с ребятами, и вот у нас большинство ответов совпадают. Так что, что получили мы за этот экзамен? Я не знаю. Мне кажется, что оценка будет хорошая. Не могу сказать, что суперхорошая либо плохая такая хорошая. На тройку я точно написала. Это я знаю на сто процентов. Так, мне сейчас пришла посылочка. Это мой пылесос. Симба едет назад в Россию, на родину. Поставляет беременную даму. У него же паспорт есть. Да? Ты не хочешь, чтобы бежал Симба без тебя? Ладно, мы тебя тоже беременную. Туда же. Залезай к Симбуре. Там места вам хватит на двоих. О май гад, ребята. Это сколько пыли, мусора был у нас в спальне. Я не пылесосила. О, с декабря. Также, ребят, мне пришла посылочка. Опять же, с Амазона. Это гамак для животных. Белла положила Беллу. Симба приходит, увидел, сразу же прыгнул, согнал Беллу и занял вот это вот место королевское. Симба, ну как тебе у окошка? Кто там? Птичка? Он так вообще любит за птицами. Охотник. Ну, Беллочке тоже хочется, да, Белла? Тебе тоже хочется на окошко? Ну что, придется заказывать второй. И повесим в гостиную. Вроде бы нормально, присоски держатся. Мам говорят, Полин, Симба такой тяжелый. Ты не боишься, что все эти присоски оторвутся? Потому что у меня такая тяжелая сжатень. Я говорю, ну оторвутся, так оторвутся. У нас получилось только подвесить один столб, потому что на вторые вот эти вот брекеты, они не подходят. Видите, как выпираются? Должны ровно идти, чтобы мы могли к стене привесить, а они маловато оказались. Поэтому мы будем ждать, когда мне придут правильные брекеты. Я уже написала письмо в компанию, от которой я покупала вот эти столбы. И написано, что где-то к 7 апреля, то есть завтра первая неделя, вот за неделю мне должны будут прийти правильные брекеты. Ребята, у нас сейчас без 10.12 ночь, и я открыла свои таблетки, по которым завтра будет контрольная. А вообще со мной такое происходит не впервые, когда я за ночь учу вот эти вот таблетки, потому что так как мы больше начали изучать разные болезни, и у нас постоянно естественно включаются лекарства, как вылечивать те или иные заболевания. В основном все вот эти вот главные препараты у меня сейчас крутятся в голове. Да, на постоянной основе, они у меня в голове. Вот, но мы не так сильно затрагиваем брендовое название. Вот, поэтому я сейчас свой акцент именно делаю на изучении брендов. То есть я знаю уже активное вещество, я знаю класс этого активного вещества, слава богу, я знаю строение химическое, и я знаю в какой форме это лекарство используется, но вот у меня недостаток, что я не знаю брендовых названий. Но это нормально, потому что даже когда, ну, у меня ни разу не было опыта с американскими лекарствами, даже в России, когда мы лечились, мы в основном, ну, мы, кстати, один бренд, да, говорим, Панадол, Доктор Мо, Нурофин, Цитрамон, да, очень редко, когда, да, вообще я не слышу, только вот процетамол, когда кто-то использует название активных веществ. А в Америке, так это вообще всё на английском, другие бренды, вот, и на первом году обучения, кстати, мы проходили эти же таблетки, но за один семестр, и мы должны были каждую неделю сдавать контрольную по 20 таблеткам, это было очень тяжело, у меня была такая путаница в голове, но сейчас на втором курсе, слава богу, нам их разделили, 100 мы делаем в осенний семестр, и 100 мы делаем за весенний семестр, чуть-чуть полегче, получается 10 в неделю, вот, и осталось буквально, там, да, 12 часов до моей контрольной, даже чуть меньше, 10 часов до моей контрольной, я только открыла лист, который мне нужно выучить, ну, так как, опять же, да, мы постоянно с ними работаем, с этими лекарствами, уже не так тяжело, как вот в первый год, когда ты ничего не знаешь, тебя, грубо говоря, как котенка или щенка берут и выкидывают за борт, и говорят, ну, вот, если ты выплывешь, выплывешь, барахтайся, выживешь, 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 нет, если ты выживешь, да, выживешь, что-то как-то странно звучит, а не выживешь, потонешь, ну, всё, потонешь, никто тебе руку не подаст, так же и у нас было, нас киданули за борт, первый же день, когда мы только пришли на лабораторную, на первом курсе, нас киданули, и говорят, идите консультируйте пациентов, мы такие, что? А это вообще как? В общем, что должны говорить, что должны делать? Нам дали отксеренную медицинскую форму, которую мы должны, ну, правильными вопросами спрашивать наших пациентов, и всё заполнять, и туда включаются, естественно, всё таблетки, болезни, и когда я вообще не бум-бум, я и ни болезни не знала на английском, ни таблет никаких не знала на английском, я даже некоторых, но обычных вещей, там, ну, день рождения, понятно, да, каких-то вот именно аббревиатур медицинских я не знала на английском, когда мне дали медицинскую вот эту вот форму для заполнения, я прихожу, и я такая думаю, а что мне с ней делать, и да, это был такой ужас, но это не ужас, понятное дело, всё приходит с практикой, но, а по-другому ты не выучишь, да, то есть тебе нужно окунуться в эту атмосферу, чтобы выучить, то же самое, ну, в любом деле, вы хотите говорить на другом языке, как бы вы ни старались, сами вы его не выучите, вам нужно окунуться в эту атмосферу, чтобы, ну, полностью прям туда нырнуть, да, то же самое, хотите научиться плавать, вам нужно плыть, вам нужно плыть самому, что бы вы ни взяли, вы везде должны всё делать сами, так же и у нас в университете, хоть мы ни разу этого и не делали, а как ещё ты научишься, как ещё ты научишься правильно общаться, давать те же, те или иные консультации, то есть у них, конечно же, мы к студентам и критикуем иногда их систему обучения, потому что, ну, это тяжело, это нелегко, без подготовки, без всего, с одной стороны, с другой стороны, а как ещё, как ещё он учит, если не дать тебе в руки, не сделать тебя ответственной и надправить, давай, делай, понятное дело, ты будешь ошибаться, ты будешь заикаться, спотыкаться, но придёт всё с опытом, да, вот это не на нас, всё вот это будет экспериментируют, или когда нам дали рецепты, и мы должны были проверить, легальный ли это рецепт, если он легальный, правильный, тогда мы его пропускаем, если он неправильный, там чего-то не хватает, либо что-то написано неправильно, либо какие-то подозрительные штрих-коды стоят, кстати, нас ещё также учили, как проверить правильность, как проверить правильность штрих-кода, который ставится на рецепт, там, там тоже, там своя теория, вообще своя наука с этими штрих-кодами, там берётся, насколько я помню, там берётся имя доктора, фамилия доктора, первые две буквы, берутся счётные цифры вот этого номера, складываются, берутся нечётные цифры номера, складываются, умножаются на два, потом всё складывается, делится на два, ну, как-то так, и в конечном итоге ваш результат, то, что вы получите, когда вы всё сложите, поделите, отнимите, вы должны получить две цифры последнего вашего штрих-кода, то есть там тоже, вы знаете, не так всё просто, вот, и мы не сном не духом нам дали эти рецепты, пачку, и ты должна сделать, ты должна сделать правильных пять рецептов, они тебе дают, ну, перемешку, там какие-то уже правильные, ты просто должна пройтись, ага, всё правильно, галочку сделано, отдаёшь преподавателю, он смотрит номер рецепта, смотрит, смотрит свой список, ага, этот рецепт, да, там не было проблем, и таких пять штук, и нам дали один час, и мы можем использовать всякие ресурсы в интернете, но дело не в ресурсах, дело в том, что я даже в руках американский рецепт ни разу не держала, я даже не знаю, что мне там искать, я не знаю, что мне там смотреть, как понять, что он правильный, что он неправильный, конечно, но перед этим, да, они читают лекции, нельзя, ну, вот эти вот все правила, все законы мы изучали, но, понимаете, это такой большой объём информации, и опять же, когда ты учишь теорию, и на практике, это две разные вещи, когда мне дали этот рецепт впервые, и я такая смотрю, я, ого-го, нифига себе, это точно не шутки, это, это реально работает, что мне с ним делать, с этим рецептом, таких ситуаций было очень много, и потихоньку как-то мы, или вообще вакцины, когда, то есть каждый фармацевт должен пройти сертификацию по вакцинациям, и студенты тоже, и получить лицензию, вот, и на первом году обучения у нас был такой курс, он у нас длился ровно один день, ну, перед практикой мы должны были сами онлайн пройти курс, создать тест, и после этого нас допускали до практики, во время практики, тоже нам целый день читали лекции, потом в конце нам раздали шприцы, что ещё, ну, все необходимые, как они называются, все необходимые причиндалы, и мы должны были друг другу с правильной техникой сделать два укола, один в мышцу, дельтовидную, и другой под кожу, и это было реально пипец, потому что мы, ну, я с Дани, естественно, он делал мне, я делала ему, игла, но она больше мизинца, но мне кажется, игла примерно как указатель, ну, чуть меньше указательного пальца, игла, и когда нам показывали, нам показывали видео, как мы должны произвести прививку, и я смотрю, твою мать, вот эта вся игла входит тебе в кожу до конца, я смотрю, я такую не смогу сделать, я думаю, как она вся, я думала, как, как укольчик в пальчик, хоп, уколола, и всё, я думала, так же, перевивочку, хоп, уколола, готово, ничего подобного, там вот эта иглища должна до конца войти в мышцу, вы должны выдавить всё содержимое, что у вас находится в шприце, и потом вытащить, да, это всё, положить в ватку, заклеить пластырем, и, да, это был пипец, мы не, ну, понимаете, то есть, мы через такое прошли, реально, через такое, я даже, ну, это не понять, пока вы через это сами не пройдёте, вот, и, конечно, как ты к этому подготовишься, да никак, ты же не будешь дома кого-то колоть иглой, правильно, нет, это всё делается впервые, без опыта, без практики, потом пошли на нашу первую практику в аптеке, в аптеку, и там делали прививки, тоже, это был такой смех, ну, мне смеха, наверное, людям, которым я делала прививки от гриппа, не до смеха было, потому что приход ко мне одна женщина, и она, и она так на меня смотрит, ты мне будешь колоть, я говорю, да, да, а ты уже делала прививки, ребят, когда она была у меня первая, кому я сделала реальную прививку, и я, знаете, так очень уверенно, я говорю, ой, не волнуйтесь, у меня большой опыт, всё окей, да, у меня уже много было пациентов, которые у меня делали прививку от гриппа, о май гад, это просто было, это было ужасно, но, а что я скажу, нет, вы мне первые так будут стоять, дрожать, нет, конечно, вы чё, нет, надо всегда оказаться перед своими клиентами уверенно, неважно, вы это делаете впервые, не впервые, внутри может происходить всё, что угодно, а самое главное это не показывать, и даже если вы не уверены, что вы говорите, самое главное, говорить это, знаете, как будто бы вы уверены, вот, чтобы у никого не возникло никаких вопросов, и такая, ну, эта пациентка сидит, говорит, а, ну, хорошо, хорошо, и она задрала свою майку, и я только начала всовывать ей шприц, и она такая, а-а-а, и прям, и я думаю, господи, может быть, она, ну, блефует, но не могу я, да, так это, она прям так дёрнулась, и я сама дёрнулась, ну, короче, первую, как говорится, первую блинком, вот, но потом я натренировалась, отработала свою технику, именно как я делаю, не как нас учили, потому что, опять же, чему тебя учат, это не, сто процентов подойдёт именно тебе, отработала свою технику, и нормально, всем, кому я делала, потом, после, да, моего первого неудачного опыта, кто-то не чувствовал, кто-то, ну, и так, комарик укусил, вот такие вот у меня, друзья, с вами разговоры на ночь, завтра у нас, кстати, тоже будет работа в парах, я в прошлый раз не снимала лабораторную работу, потому что мы работали, с партнёром, я работала с одним мальчиком, мы должны были собрать нашу любимую историю болезней, её проанализировать, просмотреть правильно ли поставлено лечение, правильно ли подобранное лекарство, что неправильно надо было откорректировать, и потом с правильными результатами, да, с откорректированными результатами пойти назад к пациенту и его проконсультировать насчёт его лекарств. Нам, кстати, на прошлой неделе выдали новые маски от университета, потому что наши прошлые маски слишком плотные, и люди в них... маски, маски, маски! Люди в них задыхались. Я уже отстегнулась. Маски. О, чичорня! Дэни, ты не забываешь? О, чичорня! О, чичорня! Очень голубые! Дэс, гос! Мы только что проконсультировали, это был полный пипец, нас, как говорится по-американски, cut of cart, да, нас со Сталин врасплох, потому что нам дали пациента, у которого была депрессия, который хотел совершить самоубийство. и я потерялась, естественно, я ей рассказываю про таблетки, она говорит, никакие таблетки не хочу, хочу пойти убиться. Я, блядь, сидела, вообще не знала, что делать, я про таблетки, она мне про убийцу, я про таблетки, она мне про убийцу. Это был такой пипец, реально. Я потом... Ну, это все делается специально, чтобы нас вывести из... Как называется? Это чтобы... Нас вывести из зоны комфорта и, знаете, такой сделать пример о реальной жизни, потому что ты не знаешь, какой к тебе придет пациент, есть ли у него проблемы, есть ли у него депрессия, и надо на месте решать важные дела. Вот, ну, короче, я завалила это задание. Ладно, сейчас у нас будут вычисления. Такая девочка. Припевочка. Ребятули, пришел мой комод, который разодрал Симба. Это замена того шкафа. Я решила не париться и купить ну, реальный комод, сделан из дерева, потому что иначе мне Симба будет раздирать эти тряпочные шкафы постоянно. Один за другим. Поэтому мне сейчас пришла доставка. У меня также идет лекция. Так, я вам забыла показать свой новый комод для спальни. он же приехал в собранном состояние. Слава тебе Богу! И нам его не пришлось здание собирать. Но я намеренно искала комод, который уже продавался и доставлялся в собранном виде. я честно не знала, что у нас такое возможно, потому что в Америке даже лампы приходят в разобранном состоянии, даже приходится скручивать маленькие настольные лампы. Вот поэтому я даже не надеялась, что смогу найти целый комод, который не надо будет собирать. да, тут четыре ящика. Пять верхний считается для украшений. Такая мягкая подкладка бархатная. Вот такой дизайн, как будто бы четыре маленьких, но нет, это один ящик и четыре для белья. Они такие довольно глубокие. Кто живет в Америке, если вам интересно, на каком сайте я покупала комод, сайт называется Wayfair, и я честно не знала, что у них продается опять же собранная мебель. Я начала читать отзывы, это не первый комод, на котором я остановила свое внимание. Вот там было несколько разных комодов, которые мне понравились, но их не было в наличии. И один из комодов приехал в собранном состоянии, там писала покупательница, она говорит, самое классное, что он уже приехал в собранный. И я такая, подождите, как собранный? И начала более подробно изучать описание разных комодов. Какие-то надо собирать, какие-то не надо собирать. Я, естественно, выбрала тот, который собирать не надо. Но мне кажется, тоже по стилю, по цвету, он очень высокий, если со мной ростом, вот он мне по плечу, он очень-очень-очень высокий. я брала намеренно определенной высоты и ширины, я все смерила, чтобы он входил хорошо вот в этот промежуток, где у нас ванная комната и моя гардеробная, чтобы он сюда вот так вот красивенько встал. То есть, это все было сделано задумкой. Реально не записал, не получалось делать видео на протяжении двух недель, потому что у нас сейчас очень забита график в университете и вроде бы сложно поверить, что я просыпаюсь, сижу и учу, но это так на самом деле и есть. Я просыпаюсь, мы завтракаем в здании, потом садимся, слушаем лекции до трех, потом учим. Вот сейчас у нас время, не буду сочинять, сейчас скажу сколько, вот 11.40. Да, вот я только что закончила учить все, ну повторять, да, что-то повторять, что-то учить на завтра. И да, завтра нам надо ехать к 9 на лабораторный, потом я сейчас ложусь спать, так каждый день, то есть у меня реально нету свободного часа, потому что сделать видео у меня где-то занимает, ну примерно, ну все, вместе собрать, минут 20-30, все это загрузить, около часа у меня это занимает. У меня нету этого свободного часа, потому что я постоянно что-то делаю, что-то учу, что-то повторяю, что-то какие-то пишу работы. Так вот, в эту пятницу у нас 2 экзамена будет по медицинской литературе и по нервной системе будет второй экзамен. И зачем они соединили эти два экзамена в один день, это никому не понятно, у нас были выходные на прошлой неделе, в пятницу была пустая, в понедельник мы ничего не делали, во вторник мы ничего не делали, и тут, начи вам, в пятницу у вас 2 экзамена, как это будет, я не знаю, мы пишем в 9 нервную систему до полодинства, и потом в час мы пишем медицинскую литературу. Но зато потом мы будем в предвкушении наших оценок, потому что нам ещё не выставили оценки за одну письменную работу по медлитературе. Также у нас будет экзамен по медлитературе, экзамен по нервной системе. Мы будем ожидать наши три разных оценки. Но и в то же самое время готовиться к финальному, потому что у нас будет финальный экзамен по нервной системе на следующей неделе в пятницу. Этот предмет у нас заканчивается и начинается сердечно-сосудистая. Я так говорю странно, потому что я уже одела ночные капы. Я должна носить... What? What, Daniel? Вот. Я должна носить ночные капы, так как я носила ретейнеры. Мне теперь каждую ночь надо носить капы, иначе у меня обратно все зубы скривятся. То есть я ношу капы каждую ночь постоянно. Я немного снимала на Инстаграм, что с нами происходило. В основном я снимала своих кошек и... Ну и что я делаю, чем занимаюсь. Кстати, я вам еще не снимала. На YouTube покажу сейчас беременную Беллу. Белла у нас беременная. Она на втором месяце беременности, по моим расчетам. Смотрите, какой пузо у нее. Она так смешно ходит. Сейчас она пойдет, нет? Иди сюда, Белла. Иди сюда. Ну так, нет, она идет. Когда она, знаете, по полу ходит, а еще если бежит, так смешно у нее тельце бежит. И вот так вот живот туда-сюда, туда-сюда, как у коровки. Кошки болтаются влево-вправо. Вот я читала в интернете, что кошки обунашивают котят около двух месяцев. Поэтому мы ожидаем котят в начале мая. Как раз таки в мае у нас заканчивается семестр, и у меня будет время посвятить себя котятам. Все для них организовать, с ними играться и так далее. Хорошо, что это будет летом, да, Беллита? Это что такое? Но... Тебе тошнит, что ли? Аккуратно. Где у нас тут папаня будущее? Папаня? Папаня! Ты мой любимый кот! Я тебя так люблю, так люблю, так люблю, так люблю, 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 люблю! Сымба! Сымба! Сымба у нас уже... Сымбула, Сымбула! Давай! Опа! Ну-ну-ну-ну! Давай! У Симбы везде есть своё местечко. И на стене, и тут не успели ему в комнату перетащить, так он уже тут на поверхности разлёгся, уже спал несколько часов. Да? И вот тут вот, смотрите, себе прям люльку проделал. Вот это что такое с моим шкафом? Я только... Даже года не прошло, как я бы покупала. Смотрите. Капец полный! Ужас! 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 Дожили! Покупаем мебель теперь для котов. Это вообще... Друзья, это настоящая победа! Я вчера не смогла записать видео в пятницу, потому что после двух экзаменов очень сильно болела голова. Начала болеть на втором экзамене. И знаете, прям болит, давит. Очень-очень ужасная боль. И я не знаю, как я дописала второй экзамен по литературе, медицинской. Вот. Но перед тем, как мы пошли на медицинскую литературу, нам выставили оценки уже за нервную систему. Я вам сейчас их покажу. Я вернулась. Девяносто восемь из ста. Девяносто восемь, ребята! Мы живем-живем-живем. Вот. И сегодня у нас суббота. Не успели мы проснуться, как нам выставили медицинскую литературу в наш экзамен. Тоже, ребята, мы живем. Мид-терм. Восемь из восемь из ста. Ребята, эта неделя у нас была успешной. У Дани тоже очень хорошие оценки. Такие же. 4,4 у него. У него 5,4. И, боже мой, как же мы волновались. И я очень сильно волновалась за медицинскую литературу, потому что, когда я ходила на занятия, я вообще ничего не понимала. Что имеется в виду, что он хочет, чтобы мы искали. Какая-то статистика, какие-то, да, аппликейшн. Как это все сочетается. Что нужно в этих разных исследованиях искать. Как нужно понимать эти цифры и так далее. И когда мы начали все учить к экзамену, потихонечку пазл у меня в голове сложился. И я такая, ё-моё, как же жалко, что я раньше это все не выучила, чтобы у меня были, ну, чтобы получить высокие оценки на контролях. Потому что мы также каждую неделю пишем контрольные по медлитературе. Вот, и у меня иногда высокие оценки, иногда низкие оценки. И когда я перед экзаменом уже выучила весь материал и прошлась по всем контролям, которые мы писали ранее, я понимала свои ошибки. И я думаю, как же я тут могла, там, к примеру, ответить вариант А. Это же Б вариант. Как же я... Ну, почему я не учила раньше? А, ответ, да, прост, потому что у меня не было времени. Вот, но почему я видео не выпускала? Потому что мы все эти две недели, три недели, мы сидели и учили, учили, учили. Бог не даст соврать. Тут с утра до ночи мы просыпаемся, сидим и учим, учим, учим. Учили до такого состояния, когда я вчера пошла писать экзамен, и я не могу смотреть на компьютер, не могу читать вопрос, потому что у меня в глазах все рябит, режет и просто болят глаза. Вот я такая сижу, глаза тру, моргаю и потом так вчитываюсь, ага, что тут написано? Короче, мы по полной, по полной, ребятки, выдохлись. Но, слава богу, мы прошли все экзамены, сдали все работы, которые были запланированы на вот эту вот неделю. Мы пережили эту неделю, потому что за неделю я говорила, господи, я хочу просто пережить эту неделю. Я не думаю наперед, не думаю о других экзаменах, о других предметах, которые у нас будут в будущем. Вот сейчас я хочу пережить вот эту неделю, где у нас стоят два экзамена в один день, пожалуйста. И как-то с божьей помощью, конечно же, не обошлось без наших усилий, без наших бессонных ночей, где мы сидели, все это учили, повторяли. Мы сдали, мы сдали эти два предмета. Вот, на следующей неделе у нас будет финальный экзамен по нервной системе, и мы закончим с этим предметом, и у нас начнется часть сердечно-сосудистой системы. Нет ни конца, ни края, не видно. Но уже, знаете, прорисовывается свет в конце туннеля, и виден третий курс не за горами, мы совсем близко. Вот у нас осталась основная работа по... еще одна работа по медицинской литературе. Там большой-большой проект. За него будет даваться 100 баллов, он по весомости как экзамен будет считаться, за экзамен тоже нам давалось 100 баллов. Вот у нас еще один проект письменный. И у нас еще будет итоговый экзамен по мед-литературе. Вот, и также у нас остался последний экзамен по нервной системе в пятницу, через неделю. И у нас будет новый предмет середечно-сосудистой criteria, там у нас, по-моему, четыре экзамена. и можно будет перекреститься, выдохнуть и со свободной душой, с легкой душой войти в третий курс, но это еще не конец, потому что наша практика назначена на лето, я не думаю, что она будет тяжелой, да, потому что у нас половина студентов прошли практику зимой, они сказали, что, ну, было очень интересно, они в основном делали вакцинацию от коронавируса, производили пациентам, вот помогали рассчитывать дозы и так далее, то есть, ну, ничего сложного не было, то есть на практике завалить практику очень тяжело, там, конечно, за исключением, если ты не опаздываешь, если ты опаздываешь, да, на практику приходишь неподготовленным или неопрятным, это тоже считается грубым нарушением, то есть ты всегда должен быть в форме, в элегантной, престижной форме, вот, ребят, такие у меня новости, с вами хотела поделиться, и я буду заканчивать это долго-долго видео, в этом видео у меня собрано три недели, я не запускала видео, да, целые три недели, но я всё равно записывала какие-то сюжетики, моментики, помимо, ну, да, помимо запуска, я всё равно делала маленькие видеозаписи, чтобы потом это всё собрать в одно большое видео, так что, такие вот у нас новости, мы не сдаёмся, мы движемся дальше, после, конечно, инфекционных заболеваний, вот, вот эта нервная система, она прям, как, знаете, как какое-то утешение для всех студентов, да, потому что нас жестоко, конечно, жестоко, не хочу грубо выражаться, нас жестоко потрепали, да, вообще, наши мозги, всё-всё-всё потрепали на этом предмете, и самое важное, что от нас, нас лишили уверенности, каждый раз, когда я шла на экзамен, и я знала, что, ага, я выучила каждый слайд, я знаю каждую строчку, и я уже смогу, да, свои знания применить к вопросу, на инфекционных заболеваниях нет, ты выучила всё, ты приходишь, открываешь экзамен, и, боже мой, откуда он брал эти вопросы, никто не знает, как мы прошли этот предмет, это тоже какая-то удача, и нам реально Бог помог, и мы тоже сами усиленно старались, и, слава Богу, и Дэнни, и я, мы его прошли, вот, это прям какое-то чудо реально, потому что инфекционное заболевание считается самым сложным предметом за всю программу нашего обучения, у нас две части этих инфекционных заболеваний, вот первая была на втором, на курсе третья, вторая часть будет на третьем курсе зимой, вот, так что это ещё не конец, нам ещё чувствуют так, нервишки потрепет этот преподаватель, вот, так вот, да, на чём, а, ну, то, что нас лишили уверенности, когда я шла на нервную систему на экзамен, я всё выучила, но у меня не было уверенности, я была в себе абсолютно неуверена, я не знала, смогу ли я написать экзамен, смогу ли я вообще вытащить, да, из памяти информацию, которую, информацию, которую мне нужно будет, там, ну, применить к вопросам, к разным кейсам, к сценариям, и я, честно, так волновалась, вот, но когда я открыла экзамен, я смотрю первый вопрос, боже мой, почему так легко, второй, третий, я это всё знаю, я всё знаю, я была такая счастливая, и ко мне потихонечку начала моя уверенность возвращаться, и, да, вот, что я хотела вам сказать, спасибо большое за просмотр, постараюсь, не постараюсь, не знаю, как получится реально, но, знаете, что я ещё жива, я ещё пока жива, и движусь к своей цели, ну, так, спасибо большое, опять же, за просмотр, и с вами увидимся в следующем видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok